Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. У меня просто весь рот в слюньках, потому что настолько я хочу роллы. Давненько их у нас не было, причем из моей любимой доставки. Это епоша. Я их просто обожаю. Взяла самые любимые, самые обожаемые. Спайсы с креветкой. Калифорния и запеченные роллы с Филадельфии. Здесь просто Филадельфия без ничего, без крабовой палочки. И пить мы с вами будем фьюз-ти. Я думаю, что я доем до конца, потому что я настолько голодная. И причем я иду вот так вот на день рождения, нажравшись. Причем эту идею как-то странно пахнет. Палочка как-то странно пахнет. Что-то мне не нравится. Какой-то привкус, как будто в бензин воткнули. Фиг знает. Так, делаем вот так. Хорошо, что все под рукой. В общем, мои хорошие, сегодня я хочу рассказать ту самую историю. Я сегодня утром снимала мукбанг. И только в конце мукбанга вспомнила историю. Я рассказывала про ограбление моей бабушки. И еще я вспомнила историю, которая произошла со мной в деревне, наверное, года 4 назад. Я когда училась еще на первом курсе. Вот. В общем, очень интересная история. Как раз не рассказывала вам. В таком состоянии я прям как бомжара. Но ничего. В общем, у нас в Азербайджане, да и вообще во всем мусульманском мире, есть такой праздник Рамадан. Нет, но в Русбайрам. И в общем, есть один день в год. Год желаний. Ой, день желаний. В этот день ты загадываешь желание. И до утра не спишь. Встречаешь рассвет. И когда ты видишь рассвет, ты должен повторять вот это вот желание. И оно обязательно взбудется в ближайшее время. То есть, обязательным моментом является то, что ты должен до утра не спать. А как говорится, одному не спать всегда сложнее, чем с подругой. Например, с подругой ты угораешь, там, не знаю, шутишь и все дела. Ага. Этот период я была в деревне. Потому что в деревне это все отмечают прям очень круто. Делают костры, прыгают через костры. Прям такая, знаете, атмосфера там. Действительно праздничная. Прям пахнет праздником. Роллы, между прочим, очень вкусные. И в общем, мы с моей подругой детства, Хаяли, сидим у нас на первом этаже. Бабушка сказала, что если вы не будете всю ночь спать, я не смогу с вами остаться. Я поднимусь на второй этаж и лягу спать. Вы будьте аккуратнее. Если вы все-таки решите поспать, то обязательно закройте везде. Обязательно входную дверь. Особо никуда не выходите. Была весна. Каждый год я пыталась не спать. И каждый год у меня не получалось. Вот если... Я знаю, что у меня утром какое-то важное мероприятие. Вот хрен заснешь. А то ты должен не спать. И, блин, так хочется спать. Мы с подругой, с Хаяли договорились, что все вместе будем. Будем угорать, а то о сем болтать. Чтобы наверняка это желание сбылось. В общем, сидим. Я не помню, смотрели мы телевизор или какую-то передачу турецкую. Я ни хрена не понимала. Она мне переводила. Ну, в общем. И мы слышим, что во дворе какой-то шорох. Как-то вдруг нам стало не по себе и страшно. Время где-то час ночи. Вышли во двор. Видим, что никого нету. Я очень извиняюсь. Я даже пошла за дом, там пописала. Пришла обратно во дворе. Пришла обратно. И тут я понимаю, что... Нет. Кто-то во дворе. Естественно, бабушке это говорить ни в коем случае нельзя. Потому что из прошлого опыта мы знаем, что бабушка из балкона сразу будет кричать «Грабители! Нас убивают! Соседи, помогите!» Поэтому мы как бы хотели эту ситуацию сами урегулировать. Было страшно. Но Хаяль сказала, да ладно, бог с ним, выйдем на улицу, посмотрим, там, сделаем вид, что мы не боимся. Выходим на улицу. А у нас вообще ни одного тапка нет. У нас, то есть, входная дверь. А перед входной дверью было, наверное, где-то пять пар обуви. Каких-то шлепанцев, чтобы во дворе носить их. Ни одной пары обуви нет. Хаяль зовет меня и говорит «Айка, либо я чокнутая, у меня крыша поехала, либо что-то не так здесь. Смотри, говорит, ни одной пары обуви нету». Я смотрю, действительно нету. И Хаяль мне такая говорит «Может быть, мы всю ночь не спим, поэтому у нас какие-то галлюцинации пошли». А все вроде говорили, что эта ночь какая-то волшебная. Я пытаюсь как-то сосредоточиться, но каждые пять минут мне Хаяль говорит «Это какой-то знак». Возможно, нам дают какой-то знак, нас хотят убить. Представьте себе, мы вдвоем, считай, одни дома, ночь на дворе. Мы просто не знаем, что делать. У нас есть друг детства. И мы решили ему позвонить и сказать о том, что произошла такая-то ситуация. Позвонили ему. Он там с друзьями был, еле слышал нас. То есть мы перезвонили потом, там было громко. Потом чуть позже опять перезвонил. И мы ему говорим «Ты можешь подойти?» И он такой говорит «Вы что, прикалываетесь?» Мы говорим «Произошло кое-что необычное. Нас хотят убить». Вот идиотки, мы клянусь. Нас хотят убить. А он не верит. Он говорит «Это типа шутите, типа пранк какой-то». Мы говорим «Нет». Короче, он не поверил, решил не приходить. А нам страшно. Мы прям не можем. Дрожим, сидим дома, не знаем, что делать. Две девочки. Бабушке скажешь, все, паника начнется на балкон. Люди добрые, помогите. Нас туда опять убивают. Опять убивают. Вот. В общем, опять позвонили нашему другу детства. А он там типа с друзьями где-то сидит. Мы говорим «У нас украли тапочки». И он такой говорит «Сначала вас хотели убить, а сейчас у вас украли тапочки». Очень смешно. Я говорю «Так сложно, что ли, приехать и посмотреть, что здесь». Точнее прийти. Он на другом конце деревни был. Этот день запомнился мне на всю жизнь. Вот реально. Слушайте, что было дальше. Значит, приходит он. Звонит. Мы говорим «Зайди внутрь». Он такой говорит «Нет, я зайти не могу. Такое время, что соседи подумают о вас. Как-то неприлично. И бабушка спит. Лучше вы выйдите во двор». Мы такие говорим «Нам не в чем выходить». Там еле нашли в каких-то шкафах там кроссовки. Подруга вообще босиком вышла, потому что у нас... Ну, я вам покажу. Я, короче, рум-тур нашего вот этого дома в деревне обязательно сниму вам. Ближайший месяц. Точнее, наверное, в конце мая. Вы все там сами поймете. Не кажется ли... Или он воняет? Вот я пью-пью, а он воняет каким-то бензином. Еще отравлюсь нафиг. Просто такая тема. Даже не заметил. Но, видимо, он остался, этот сок, где-то... Где-то на солнце. Пахнет какой-то резиной. В общем, не суть. Сейчас не об этом. Приходит он, значит. Мы вышли. Вышли из дома. У нас там ворота стоят. Вышли из ворот. Стоим, беседуем с ним. Я подробно начинаю объяснять. Что, как произошло. И он такой, угорает над нами. Говорит, у вас украли тапочки. Наверное, это были очень дорогие тапочки. Я говорю, ты не видишь, в чем я? Смотри, вот она вообще босиком. Нам что, заняться нечем, что ли? И он такой, ну давайте, зайдем, посмотрим. Действительно ли этих тапочек нету? Или они есть? Я говорю, ты моему слову, что ли, не веришь? Я несколько раз над тобой прикалывалась. Или, возможно, какие-то пранки над тобой снимала. Он говорит, нет, давай зайдем. Я посмотрю. Вот после того, как я сам увижу, что этих тапочек нету, тогда я вам поверю. Нам-то скрывать нечего. Я говорю, без проблем, заходи, смотри. Заходим во двор, идем к входной двери. И там лежат наши тапочки. Я смотрю на мою подругу, подруга смотрит на меня. И у нас на минутку такое было ощущение, что у нас просто были какие-то галлюцинации. Я вижу эти тапочки перед собой. И он такой говорит, ну и что? Вот же тапочки. И кроссовки. Он как бы пошутил над нами и говорит, что-то у вас шутка не удалась. Я какая-то тупая и ушел. Я смотрю на подругу, подруга смотрит на меня. Я ей говорю, если бы я была бы одна, я бы подумала, что у меня глюк. Но я ей говорю, ну не может быть такого, что у нас у обеих глюк. И она мне такая, ну а вдруг у нас у обеих глюк. Я говорю, да нет, кто-то прячет их. Потом мы зашли внутрь дома, сидим. И опять слышим какие-то шорохи. Мы подумали, что этот наш друг в детстве, он вернулся обратно с нами посидеть внизу. Видим, никого нету. И тут замечаем, что и тапочек-то тоже нету. Опять кто-то спрятал тапочки. И вот уже третий раз я понимаю, что это уже не глюк. Такого не может быть. Нам уже стало страшно, мы закрыли двери, понялись на второй этаж, легли спать. На следующее утро бабушка просыпается и спрашивает, а где мои тапочки? Я такая, говорит, не знаю. Он такая, как не знаю, здесь лежали мои тапочки. В чем я сейчас во дворе буду ходить? В общем, мы нашли там свои новые тапочки, которые были у нас в шкафу. Вынули их и продолжили носить эти новые тапочки, так скажем. И постоянно искали, постоянно искали разгадку всей этой ситуации. Кто это сделал? Почему? Это чья-то шутка. В общем, прошло три дня. И самое главное, что потерялись мои кроссовки, которые мне нужно было носить. То есть я в Баку, например, приеду. В чем я приеду? В тапочках? Кроме этих кроссовок, у меня не было там обуви. Потом через три дня приходит друг детства. И говорит, ну что, говорит, тапочки нашлись? Я говорю, нету. Надоело скрывать от бабушки. А то бабушка сразу там в полицию заявление напишет, что потерялись тапочки. И он мне такой говорит, друг детства. Не можешь найти, давай вместе поищем. Сто пудово куда-то вот здесь запрятали. И я говорю, давай поищем. И вы знаете, когда мы искали, у меня просто такое ощущение, что это он запрятал. То есть он предложил сам, что давай поищем во дворе у вас. И не то, что мы долго искали, мы просто шли-шли-шли, и он такой, а, вот они. У нас как бы наш двор от огорода отделяет под навес. И в этом под навесе, я не знаю, как по-русски, есть такая штука, откуда идет вода. И вот в этой штуке была вся обувь. И он мне такой показывает. Вот. Я сразу так подозрительно на него посмотрела. Я говорю, а откуда ты знаешь, что обувь здесь? Я такая угораю на него, смотрю. И тут он не удержался. Я смотрю, что он тоже улыбается. То есть он не оправдывается. Оказывается, это все было запланировано для нас. Я спрашиваю у него, это ты сел? Он такой, нет, не я, типа. И угорает. Оказывается, он специально нас переманил. Когда пришел. Не зашел внутрь, а переманил нас на улицу. И пока он нас отвлекал, его друг, наоборот, взял эту обувь на место, положил. То есть решили так подшутить над нами. Но это реально было очень смешно. Очень-очень смешно. Потом, в конце. Я реально вспоминаю эту ситуацию. И не то, что я злая на него. Наоборот, как-то прикольно он это сделал. Мы прям три дня дрожали. Думали, блин, кто это? Нас хотят убить. Надо искать разгадки. Какие-то как Шерлок Холмсы ходили там. Это реально был незабываемый день в этом плане. Я даже поняла, кто его подельник. Но то, что он как только мы позвали, он сразу не пришел. Когда пришел, наоборот, знаете, лучший способ защиты это нападение. То есть он, наоборот, блефовал. Говорил о том, что вы как-то прикалываетесь надо мной. В общем, этот день прошел. Но, мне кажется, до пенсии я его буду еще вспоминать. Прикольно. Если пранки, то только такие. Я наелась, моя хорошая. Немножечко осталось. Но мне еще на день рождения. Поэтому доедать не буду. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас нету идей пранка над своими близкими, то вот, пожалуйста, дерзайте. Всех целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok